Микс Ньюс Эдгар Залон в студии, бывший министр по делам среды и самоуправления. Как ваше министерство тогда уже называлось? Тогда было только самоуправление. Среда была отдельная. Среда была отдельная. Помню, что вы еще против трех министерств выступали в свое время, тоже по делам семьи. Да, было дело. Но пока их нет. И энергетики. Да, а сейчас вот мы поговорим об этой реформе. Успели ли вы в достаточной мере ознакомиться с ней? Ну, я не читал, просто посмотрел карту, которую видел. Был там уже в нескольких дискуссиях. Ну, предельно пока что ясно, что министр планирует. Как вы к этому относитесь? Что вы думаете, поскольку реформа затеяна как раз-таки совершенно противоположной той, которая была. То есть сначала мы, наоборот, разрастались в сторону большего числа самоуправления. Теперь идет обратный процесс. Ну да, просто коротко напомню. До реформы, которая при мне закончилась, мы имели там почти 500 самоуправлений и плюс 26 районных самоуправлений. И до полтора года до меня была карта около 40 самоуправлений. Наверное, очень близкая от того, что мы видим сегодня. Потом было 180, ну, я тогда ее укоротил как-то посередине, мы закончили, на 119. Но тогда была другая политическая ситуация, потому что Союз Зеленых Христиан очень хотел сохранить маленькие, даже очень маленькие самоуправления. И тогда очень много поправок к закону тогда сделались, отступили от критериев. Ну, я как министр там ничего не мог сделать, потому что, ну, то, что парламент может, то, что он, то и делает. И тогда вот это было 119. Но то, что уже не надо сейчас повторять, тогда большой шаг был сделан как раз по административной части. Сейчас мы говорим больше о территориальной. А тогда объединили функции районных советов и местных советов. То есть, они в каждой новой власти уже это все в одном комплекте. И это значит, что сейчас этим заниматься надо. Не надо только, надо заниматься, если министр такую задачу поставил, надо заниматься только улучшением или достижением более большой, оптимальной территории для этих функций. Ну, вот такая сейчас задача. Ну, как вам кажется, это политическая реформа больше или все-таки… Всегда политическая. Ну, всегда понятно. Но, тем не менее, все политики обосновывают это экономическими необходимостями. И в данном случае здесь тоже, наверное, это правда. С одной стороны. С другой стороны, никто не скрывает, что здесь борются с засильем, можно сказать, еще оставшимся Союз Зеленых Крестьян, например, в регионах. И вот такой политический матерь. Трудно сказать. Я думаю, что если так очень углубленный анализ делать, то надо посмотреть, что случилось 10 лет назад. После первой реформы была такая ситуация, что все боялись, что там, где города обвинились с местными самоправлениями, с маленькими властями, будет плохо, там город будет доминировать и так далее. Но если мы смотрим большие новые самоправления, ну, моя бывшая, это Кулдига, да, там Мадуана, еще есть такие, да, которые большие. Но мы видим, что там есть баланс. Нет такого, чтобы там, ну, город доминировал или наоборот, село. И если так, кто очень хочет анализировать, может посмотреть, как поменялось как раз политическое. Какие партии были до той реформы и какие, ну, потом. Ну, наверное, самые большие изменения, сколько я слышал, был в Талсинском округе или как-то. Там сначала пришли крестьяне, потом опять мэр обратно, ну, там всякое было. Ну, то есть, каждое самоправление немножко другое. И я не думаю, что при увеличении вот сразу будет так, что все, которые в союзе крестьян и зеленых, уйдут. И еще не надо забывать, что люди, наша же политика, они меняют партии. Если они увидят, что есть другие силы, которые могут привести к власти, они просто поменяют партию. Так что, ну, может это и есть, и может есть какой-то умысел, что зеленые крестьяне будут меньше. Но это, можно сказать, и такое немножко совпадение, потому что как раз зеленые крестьяне были за тех маленьких, очень маленьких, и необоснованно маленьких самоправлений, где были их мэры, политики. Ну, конечно, сейчас им надо будет переизбираться, ну, посмотрим, какие у них там силы, да. Ну, может, они даже, может, потеряют, может, выиграют. Кто его знает, да. Это через два года будет. Ну, почти на тысячу депутатов должно сократиться количество депутатов именно самоуправления, вот по плану Юрия Сапуца, который он вчера представил. Ну, то есть, было 1600, будет 686. Это очень большое число. Ну, да, но раньше даже больше сократили. При мне еще сокращение было. Не помню цифры, ну, конечно, больше, там, с 500 на 190. Но там увеличилось число депутатов в самоуправлении, в индивидуальном, да. То есть, там, где было 11, сейчас, например, 17. То есть, увеличивая территорию, там, ну, конечно, они, математически они не суммируются, но немножко есть там, ну, как пересчет такой, что так мало депутатов, наверное, не будет, будет немножко плюс, ну, для побольше территорий. Ну, я не знаю цифры, я не ознакомился как раз. Ну, а может ли это значить, если будут вот эти центры, они так будут, вернее, маленькие представители, вот представители маленьких вот этих вот краев и участков, они как бы обделены, и, соответственно, их голос не будет услышан. Потому что сейчас, когда маленькие самоуправления, там, грубо говоря, любой крестьянин, предприниматель может пойти в депутаты, все его знают, могут там в приемный день с ним поговорить лично вот так, да, и решить все свои проблемы. Теперь это как бы отдаляет чуть-чуть людей от тех, кто принимает решения. Да, это всегда был вопрос, который задавали, и тогда задавали, еще будут, наверное, задавать. Поговорить всегда, а вот сделать, это уже не так далеко, потому что при маленьком самоуправлении очень много функций, и, в принципе, ну, они не могут, не могут, объективно не могут делать. Во-первых, сократилось число людей, бюджета, не везде, но я про очень маленькие говорю. И, ну, то, что там местный хозяин пришел с мэром, поговорил, ну, там посидели, чай или что-то другое выпили, ну и что? Там ничего решать-то не могут, потому что нет ни ресурсов, ни бюджета по инфраструктуре, тоже только опираясь на государственные деньги, самих ресурсов. То есть, маленькие, и не только маленькие, между прочим, даже те города, которые называли, называются республиканскими городами, половина из них тоже татируется из более богатых самоуправлений. То есть, ну, я думаю, что если министр взял курс на то, чтобы эту ситуацию улучшить, ну, надо посмотреть, как это выйдет. Я не думаю, что карта останется вот такая, как мы видим ее, потому что там есть руя, навалка, они там, ну... Будут отстаивать. Но то, что хорошо, я думаю, то, что, несмотря на все территории, то, что, в принципе, есть одна принципиальная вещь, которую тогда не удалось сделать тоже из-за зеленых крестьян, из-за оппозиции ихней. Они хотели оставить города свободными от сел. То есть, и еще добились того, что было не 7 республиканских городов, а сейчас 9. Ну, это ситуация абсурдная, потому что, ну, если мы смотрим на развитие, то город всегда мотор развития. То есть, там все происходит, село поддерживает, ну, интегрированная структура. А они хотели оставить, ну, отдельно. А я тогда боролся на эту битву, ну, потерял тогда, да. А сейчас это смотрю, что по карте, ну, все-таки города планированы вместе с селом. Что хорошо, я думаю, сегодня... А чем хорошо? А потому что, ну, если есть управления, которые управляют бюджетом, то есть, они собирают бюджет и используют бюджет, то хорошо, что это все-таки в одних руках. Как раз мне вчера только задавал вопрос, ну, как это? Там же они могут, там, ну, 4 волости вместе, там, распределять, там, ну, вот, коммунальное, допустим. Ну, пусть они там вместе, там, орудуют, там, и так далее. То есть, не надо объединять. Ну, тогда мой вопрос. Ну, хорошо, живу я вот в одной волости, а предприятие меня обслуживает, а принадлежит совсем другой, там, ну, за 30 километров. А к кому мне идти и жаловаться, если мне не нравится, как меня обслуживают? Это я в другую самоправление пойду, чем-то буду. Я же не избираю, я не могу избрать этого начальника, который, да. То есть, это, ну, как простой пример, но он показывает, что если я живу в какой-то конкретной территории, я избираю местную власть, а эта власть собирает от меня деньги, и потом эти деньги используются, ну, во благо всей территории. То есть, это должно быть в одном месте. А если я, как житель села, пользуюсь 90% городской инфраструктуры, ничего там не плачу вообще, в налогах не участвую, да, но хочу, там, в школу мои, там, дети ходят, там, по дорогам езжу и так далее. Ну, она дезинтегрированная структура получается. Нормально, если это все в одной территории, одним управлением, я могу избирать это управление, потому что я там участвую, я там плачу налоги, я из этих налогов получаю. Ну, а вот как, например, с рижанами, которые, допустим, очень много здесь жителей, которые живут не в Риге, но близко к Риге, да, то есть, они тоже, в общем, принадлежат какому-то самоуправлению другому, да, но они, допустим... Это как раз та ситуация. Но реформа пока что, ну, сколько я видел, там, карту не предполагает никаких там, ну... Расширений. Расширений там, да, там более-менее все остается как есть. Ну, Рига не уникальный город, ну, в этом смысле, потому что это, ну, такая мировая проблема, можно сказать. Это понятно. Но там ищут немножко другие формы содействия. То есть, если нету одного самоуправления на всю эту территорию, ну, есть какие-то, ну, суборегиональные, оригинальные там... Ну, регионами это не назовешь, но это все-таки они как-то каким-то образом стараются работать вместе. Ну, нас нету такого, ну, не знаю, я не могу сказать, из-за чего и из-за кого, просто не видят, наверное, такой надобности, но живут как есть. То есть, нету, и реформа тоже не предполагает никаких таких механизмов. Все остается как есть. Ну, по Риге все, и, ну, все, ничего не меняется. Но я думаю, что ранее и позже это надо будет об этом думать. Ну, а вы считаете, что, в принципе, если человек работает в Риге, ездит в Ригу и здесь проводит большую часть времени, то он должен в Ригу налоги платить, а не в свое самоуправление? Он должен в Ригу налоги платить, он должен избирать в Риге самоуправление. Ну, это пока территория разделена. Я поэтому не говорю, если территория разделена, то это невозможно. То есть, он пользуется этой инфраструктурой, он тут живет три четверти своего времени, но спать там едет. Но не только спать. Жить, спать, он гол играть там едет в другое самоуправление. Но это ситуация, ну, неправильная. Ну, хорошо, а как тогда той волости, в которой он едет спать, что и вообще ничего не получать тогда получается, это налоги, из-за того, что ее житель работает в Риге? Ну, есть предложение, есть предложение, там, нескольких из союза самоуправлений, что там часть налогов от предприятия получают по месту жительства или по месту работы, там, ну, как-то разделяется между, там, Ригой или, там, соседними самоуправлениями. То есть, налоги как-то потом перераспределяются. Но это все очень сложно. Самая простая система, что человек, ну, это не всегда, 100% никогда так не будет. Ну, все-таки нормально было бы, если большинство жителей жили бы в той территории, где они и работают. Ну, большинство, не все, всегда, ну, кто-то в Брюссель там ездит, еще куда-то, да, но если нету плана об объединении Риги с соседними властями, то надо думать о других механизмах. Идеально было бы, если бы Рига, вот, до кольцевой дороги все было одно соуправление. Это было бы идеально для... Ну, все равно кто-то будет жить за кольцевой дорогой. Все всегда будет, но не большинство, но не большинство. Да, я думаю, что это, ну, в пропорции это суть, да. Самое большинство должно жить в той территории, где они работают. Тогда вот эта система декларирования, она совсем, получается, фиктивная становится. То есть, получается, если человек, ну, допустим, ну, реально живет, работает... Я о своем могу случае сказать. Я живу в трех километрах от границы Риги, и получается, что я все время, ну, как вы сказали, три четверти времени живу в Риге. Вот, но, тем не менее, декларирована я там, где я живу, и, соответственно, у меня... Получается, мне надо фиктивную декларацию делать для того, чтобы быть рижским жителем. Ну, как эффективную? В принципе, декларация... Если у меня нет недвижимости в Риге. Как ее, вот, в дизайне ее сделали, можно так сказать, да, как ее спроектировали, эту систему декларации, это система, где человек добровольно выбирает, где он хочет платить свой налог. Это декларирование, вы имеете в виду? Налог подоходный налог и налог на имущество. Декларирование, как бы, пропагандировалось с такой целью, что, чтобы у человека можно было реально найти. Да-да, это с государственной стороны. А не про налоги там пришло. Да, но в реальности, в реальности мы видим, что человек, если он хочет, там, вот, например, вот ему нравятся социальные какие-то там вот пособия или что-то в каком-то совмправлении, и он хочет, ну, он понимает, что он там, если он там передекларируется, он там будет платить налоги. Ну, не те, которые он платит, да, но он там будет получать то-то и то-то с этого совмправления. Это система декларирования как раз это тоже дает. Это эффективное декларирование. Ну, да. Это как-то лжепрописка получается. Да, это не моя специальность, но да, нормально было бы, если большинство бы декларировались там, где жили, работали, платили налоги и так далее. Но пока что такого нет. Вчера как раз-таки на вот этой презентации до выступления Юрия Сапуца выступал директор картографического издавания Янин Сета Янис Турлайс. Он представил карту и говорил, в частности, о том, что декларация уже, вернее, дошли, наконец, до того, что декларация не показывает реальные картины, и показывали карту потребления электроэнергии, которая реально показывает, вот там прям интерактивно осветилось все, вот эти центры несколько, да, там их было Венспил, Слепая, Рига, Цессис, Сигурда и Дагуф, Плсерезакна, где большинство, видно, что люди потребляют электроэнергию. И была еще одна карта представлена по разговору мобильных телефонов, и там то же самое было. Ну, вот эти центры, они очень сконцентрированы. Насколько вот, согласно таким данным, можно как-то делать выводы? Ну, можно делать выводы, этим они и занимаются, эти карты уже давно показывают, да, это довольно интересная аналитика, но эта аналитика, ну, надо понять, что самоуправление не всегда следует экономической активности. Ну, это не всегда. Это хорошо, если так совпадает, если можно так сделать, но такого нет. Так что я думаю, что это каким-то образом помогает политическому решению. То есть, если там видно, что, ну, там есть все, там еще транспорт не анализирован, если бы мы посмотрели, так миграционную, ну, транспортную миграцию, там еще накладили бы, увидели бы, что там получается. Но я думаю, что со стороны министерства, наверное, есть такая цель приблизиться к тому, чтобы экономическая активность, экономическая жизнь совпадала с управлением. Ну, это логично. Но это не всегда происходит, но можно к этому приближаться. Вот еще министр вчера сказал о том, что надо было бы стремиться к тому, чтобы каждое самоуправление было самодостаточным, и было вот этим вот сам себе центр и способ пропитания, и предприниматель. То есть, каждое вот это самоуправление, ну, как предприниматель воспринимать, это возможно? Возможно, но трудно. Я это и министру говорил, и то по жизни вижу. Я уже почти 9 лет в частном бизнесе, да, заработаю со многими самоправлениями, которые, ну, вот, по строительству, по проектированию. До сих пор вижу, что самоуправления не понимают, кто их содержит. Ну, это видно, что… Как это? Ну, они любого инвестора считают дойной коровой, да. То есть, думают, если ты хочешь что-то построить, то у тебя там неограниченные ресурсы, там может быть ту дорогу, ту дорогу и так далее. То есть… Мышление неправильное? Мышление неправильное, да. То есть, всегда, ну, вот, самоуправление, когда министр говорит о содержании своем, ну, то есть, само содержание, он считает, что, наверное, там будут изменения в фонде выравнивания. Да, выравнивание. Выравнивание, да. Но есть еще другая сторона, да, самоуправление должно понять, если там инвестор, там, да любой, кто хочет реализоваться, если он приходит в самоуправление, то ему надо… Ты должен быть таким самоуправлением, что ты можешь ему помочь, а еще не отобрать, чтобы там ему уходить ситуация и радоваться, что он там вот ко мне пришел, да. То есть, если мы говорим о фонде выравнивания, то у нас это уже было… Надо было давно сделать, уже после первой реформы надо было кардинально менять. Потому что это уже годами мы видим, что если очень много в самоуправлении датируется, ну, что-то в системе неправильно, потому что это, как можно сказать, демотивирует тех, которые зарабатывают. Им просто отбирают деньги. Ну, всегда это, по-моему, Ада же, это их мэра цитата, да. Зачем мне просить 3 миллиона там займы у государства, если мои 3 миллиона уходят в рейзах, но они там салютные эти деньги делают. Ну, вот это утрированная, ну, вот такая вот ситуация, да. То есть, у нас другая система, чем в Эстонии. В Эстонии государство имеет фонд, я не знаю, какой он сейчас, но 10 лет назад был 100 миллионов примерно евро. То есть, государство говорит, вот этих не трогаем, которые уже зарабатывают, они самодостаточны, а вот тем, которые там, мы им доплачиваем, да. Когда ты доплачиваешь, ты какие-то условия, наверное. Не отбирая у богатых. Не отбирая у богатых, да. Ну, мы до такой системы не дошли, мы отбираем у богатых, да. Но это неправильно, по-моему. А это надо тоже менять. У нас звонок есть, да, Эдгар Залон в студии, бывший министр по делам самоуправления. Да, надевайте наушники. Слушаем вас, здравствуйте. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Управление, в котором был задекларирован человек. И там было все довольно ясно, четко расписано. А что сейчас, это по-другому происходит? Главное, что код налоговой книжки совпадал с местом декларирования. И никакой налог не мог потеряться при этом. Вот как сейчас это происходит. Спасибо. Спасибо. Ну, я не специалист по налогам, но я не уверен, что 20%. Я не знаю, правильно или нет, но система у нас такая, что 80% от подоходного налога получает то самоуправление, где человек декларирован. А 20% уходит в государственную часть, не в Ригу. По-моему, так. Ну, я не знаю, как сейчас, может, поменялось. Но, да, государство, то есть, самоуправление не получает 100% налога, только около 80%. У нас крестьяне активно датируются и фондами Евросоюза, в том числе, используют их. На них эта вот реформа как-то на распределение еврофондов может подействовать? Ну, маловероятно, потому что фермеры, крестьяне, вообще сельское хозяйство, в основном работает с ЛАД, то есть, Лаукатбалс ДНС, да. Там местное самоуправление. Единственное, что есть, это дороги. То есть, ну, есть много предприятий, до которых там, ну, особенно там фермы новые, тоже построены, где нету фермы новой, а дорога старая. То есть, это проблема, потому что там вывезти молоко или довезти, это проблема. Но это единственное, где есть связь с самоуправлением. И также по строительству, там бюрократии можно меньше немножко, если хорошее самоуправление, так. Но в основном по деньгам, по фондам это ЛАД. То есть, там ничего не поменяется. Сейчас активно обсуждение этой реформы, и, в частности, вчера тоже говорили о том, что это не, и вы тоже сказали, что это не последняя карта, которая есть сейчас, вот как раз-таки этот период обсуждения. И уже достаточно скептично, и Союз самоуправлений тоже раскреплялся. Всегда были, они всегда были против реформы, да. Вот я про то, что против здесь, насколько это обосновано, всегда против реформ, наверное, выступают. Но кто здесь победит, здравый смысл, и насколько много здравого смысла в этой реформе вы сейчас видите? Ну, есть, если мы не смотрим на карту и на конкретные территории, здравый смысл реформы добиться, чтобы в центре каждого соуправления все-таки был город. Плащой, маленький, но город, а не просто вот село и там с местным поселком, да. Потому что город, ну, это все-таки, как есть сердце, и, кстати, кровеносная система, это то же самое, да. В каждом соуправлении должен быть в центре город, и он там должен быть связан с дорогами, с селом. Ну, как нормальная органическая такая, ну, органическая структура. Проблема в той нынешней карте, которую мы имеем, как раз в том, что есть там края, волости, где нету, но есть село в центре, нет даже там средней школы уже, да, люди уезжают. То есть для людей они, то, что вы сначала говорили, они могут с мэром идти поговорить, но они не чувствуют, ну, там, какой-то драйв, там, развитие, ну, какое там, его не, просто живот, да. А цель не только жить, проживать, но и развиваться. И потенциал развития, он всегда в городе, да. Только надо правильно там территорию объединить, да, тогда. Будет этот потенциал, и так говорят о том, что у нас людей все меньше и меньше, и сейчас как раз-таки вот этот новый такой вызов, да, там, создавать какие-то предприятия, возможно, как-то развивать вот эти вот теперь уже 35 самоуправлений. А будут люди, которые будут этим заниматься, которые не захотят поехать в Ригу, потому что здесь уже все готово, здесь уже ничего развивать не надо особо. Школы есть, сады есть, площадки есть, парки есть, предприятия есть, и не надо изобретать велосипед. Люди, мы понимаем, они уезжают, а люди приспосабливаются. Или если они видят государство, где им кажется, что уже соорганизовано, только работая, получая зарплату, живи в хороших условиях, конечно, они уезжают. Это они делают. Если поменяется, это уже проблема эмиграции, да, реформа автоматически ничему такому не помогает. Но у меня все-таки есть там имущество, там и ресторан тоже в Колдике, в моем бывшем городе. И я вижу, что хорошее управление города, и если там начинается развитие, потому что мы можем сравнить, что там было 20 лет назад, что сейчас, да, ситуация намного улучшилась. И я вижу, что есть люди, которые выбирают и думают о том, как из Риги, кстати, как там жить. Что там жить намного комфортнее. Ну, не по всем параметрам, но есть где-то комфортнее, особенно с малыми детьми или там в старости. То есть, люди, видя хорошее самоуправление, если такое есть, и не в Риге, и если у них есть там, соответственно, зарплата, или они сами занимаются каким-то бизнесом, то есть, независимо от других, я думаю, что так мало-помалу это что-то поменяет. Но так, чтобы будет волна… Такое движение вы имеете в виду, да, в Зайбе? Да-да-да, но так, чтобы волна эмиграции будет из-за реформы. Ну, конечно, такого не будет, но это… Ну, у нас Герзалан в студии. Так, сейчас тогда звонок один примем, еще потом вопрос задам. Пожалуйста, слушаем вас. Так, сейчас секундочку, звонок появится. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Да, добрый, Константин. Да, пожалуйста. Ну, немножко веселит меня, конечно, это толстание на месте. Давайте смотреть на вещи реально. Ну, объявили, что сократят там тысячи депутатов. Ну, будем реалистами. Ну, не поедет из Резакне какой-то управленец давать указания бывшему муниципалитету в Прейле. Значит, бывшие депутаты в Прейле останутся на своих местах, только назовутся какими-нибудь инспекторами на территории. Ну, сократят, может быть, какую-нибудь уборщицу, как мы знаем, в Латвии делайте. То есть, государственная бюрократия не даст тебя обидеть по-любому. То есть, в финансовом плане никто не выиграет. Вы проиграют опять жители. Потому что, опять же, Резакновской думе или Даугапевской думе не будет дела до происходящего в каком-нибудь поселке городского типа. То есть, если раньше депутаты на месте были, мягко говоря, контролируемыми следующими выборами, и делали хоть как-то бедно свою работу, то Даугапевская дума не будет заниматься дорогой в каком-нибудь зилопе на самом деле. Да, спасибо. Ну, вот действительно вот сомнения возникают, что будет дело крупному какому-то самоуправлению до каких-то своих заброшенных уголков. Ну, я это понимаю, потому что мне тоже такие вопросы 10 лет назад задавали, и ситуация отличается. Не все всегда плохо. Ну, во-первых, по-моему, Резакна и Прелли не в одном самоуправлении. Да, там Прелли-Прелли, Резакна-Резакна. Да, по части комментариев там более, больше надо смотреть в ту сторону, там в Даугапевск, там есть другие поселки, которые вокруг Даугапевск, как там с ними будет. Опять могу сказать по тем краям, которые большие, которые уже задавались 10 лет большие, но там видно, что если человек просто не хочет просидеть 4 года в кресле, но хочет там переизбираться, и у него есть там, я думаю, положительно, ну, у меня такой настрой, да. Я вижу, что опять-таки то же самое, просто, ну, это пример, который я вижу, потому что я там по субботам и воскресеньям живу, это в Колдиге, да. Там поменялось политическое управление, и там 50 на 50 процентов сельчане и горожане, да. Ну, плюс-минус там, но. И то, что поменялось в первом уже году, там была программа, ну, там небольшие, но все-таки инвестиции, сразу досталось что-то всем. Не было так, вот как человек говорит, что там вода лопился, не интересует, что там население. Ну, не так, потому что будет так, будут такие места, там министерство может за этим как-то следить, но если человек избрался, чтобы руководить какой-то территорией, он же избирается не на городскую, или уже не на сельскую территорию, он избирается на всю территорию, точно, он в ответе за все. Я, конечно, понимаю, что будут места, где там, может, кто-то в село и не выйдет не раз, да, но сельчане-то они в город всегда поедут, да, но ситуация показывает, что после первой реформы все-таки эта связь с городом-селом улучшилась, потому что люди, которые раньше думали только о городе, они думают о селе, потому что это же их избиратели. Ну, это, ну, можно этого бояться, но можно и смотреть положительно, например, показывать, что там нету такой проблемы, как вот мы думаем, да. Скептики говорят о том, что эта реформа, значит, вызовет большие очень траты, но при этом, значит, те самоуправления, которые были более бедными, они богаче не станут. И сейчас, вот, скажем так, уже вы сказали про школы там, допустим, нет, да, но кое-где, наоборот, она есть, и есть там какие-то больницы худо-бедно существующие, и как раз, может быть, их и не будет. Школ, больниц каких-то там, может, центров культуры, автовокзалов там, это же вся сеть сократится. Ну, надо разделять. Если мы говорим о системе образования, культуре, там… Ну, а как тут разделять? Вся эта реформа самоуправления, все сферы затрагивают. Да, все думают, что затрагивают, но вообще-то не затрагивают все сферы, да, не затрагивают образование, да, культура, да, очень много местных вещей, да, но по больницам ни в какой мере. То есть, можно латвийскую карту резать, развязать, объединять, разъединять. Больницы курирует Министерство здравоохранения, если они скажут, будут три больницы, будут три. Там вообще нету никакого, никакой связи. Если бы были у нас регионы, то есть, это уже другой уровень, про который никто не говорит. Ну, были там Зэмгала, Курзами, Витцами, Латгала. Там уже тогда на этом уровне может быть как-то, ну, там сказали бы, что на один регион одна больница и так далее. Но эта реформа, о которой сейчас говорим, это не реформа, она не касается регионов, она не касается системы здравоохранения. То, что она, она может касаться только, вот если есть местный, ну, там, доктора, то есть, если местный докторат, местный семейный врач, если его в какой-то мере поддерживают, потому что у нас есть сельские власти, где вот, ну, они их финансируют, ну, и там помещение, там еще, там технику, какую-то финансируют местное самоуправление. Вот тогда вот как раз вот к этой системе это имеет отношение, потому что, если там край будет больше, ну, тогда может там что-то, ну, как-то, ну, какие-то вопросы насчет этого там решаться, ухудшаться, улучшаться. Но по больницам это не имеет. И также по дорогам, вокзалам и так далее. Это система, которая курирует Министерство путей сообщений. Они курируют, но это же тоже, они же смотрят на реформу, на то, как увеличивается или уменьшается количество людей. Да, уменьшается, экономическая идея вообще уменьшается. И по реформе она, я там миграцию большую, ну, не предполагаю, я не думаю, что она будет. У нас вообще в Латвии очень мало людей. Если есть три фактора, ну, просто это классика, есть три фактора, при которых территория развивается. Это хорошее управление, это хорошая инфраструктура, и это достаточный ресурс человечный. То есть сейчас мы говорим только об возможном улучшении управления. По инфраструктуре плана нет, по людям плана тоже нет. Но там не надо винить Министерство одно. Там это уже правительство, которое должно над этим работать. Пока что мы говорим только об одной ноге этого стульчика. Там еще две вещи, которые должны решаться отдельно. Пока планируется, что эта реформа должна произойти, закончиться к следующим выборам самоуправления. Это всего три года. Ну, да, если она не произойдет, сейчас смысла оно не будет. Надо еще два. Успеют? Ну, я успел в течение года. Не получится так, как у нас с реформой здравоохранения. Вводили со скрипом, что-то не пошло. Просто, вы знаете, на следующий день свет не включился, в прямом смысле этого слова. И теперь вообще отложили на полтора года. Ну, трудно. Я так, если я сравниваю систему, то, по-моему, система самоуправления, по своей сути, по числу участников, она намного сложнее. Ну, то есть, там нет такого, что ты взял, придумал, сделал. Там только министерство и врачи. Ну, еще аптеки, магнаты какие-то. Ну, все равно, это там, вот там, как не можно сделать реформу, я не понимаю. Потому что, по-моему, там как раз все намного более ясно. Если ты хочешь чего-то достичь, правильно придумай, сделай. В системе самоуправления это намного труднее. Но сделать можно. Испеть. Испеть можно, да. И вот, а, звонок. Да, надевайте наушники еще, пожалуйста. Эдгар Залон студии, у нас слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Доброе утро. Я с очень многим чем согласен, именно с точки зрения того, что господин Залон говорит по системе, а не по людям. Но вот я бы обратил внимание на две вещи. Города ведь когда-то, города как новое место людей, как самоуправление организма, образовывались не на пустом месте, а там, где люди автоматически стекались. То есть при сегодняшней ситуации, когда люди из Латвии истекают, у нас получается, что мы сконцентрируем, это фактически неизбежно, мы сконцентрируем людей и ресурсы в большие центры. Это раз. И второе. Прозвучала хорошая мысль о том, что ответственность будет за всю территорию, а не за только самоуправление, а за всю территорию самоуправления. В этом отношении яркие примеры как раз город Юрмала, где отвечают депутаты, стараются, за то место в своей территории, где больше избирателей. То есть, где больше избирателей, туда уходят и деньги по городу. И есть места, где люди, ну, не очень довольные. Боюсь, что и при этой реформе так же самое будет. Но вообще-то удачного дня. Все хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Да, я согласен. По первому вопросу, ну, это не только реформа, но и вообще планы развития государства, территориальное, региональное планирование. Ну, государство, я не про Латвию, но государства разные стараются бороться с этим, чтобы не было развития только... Ну, как сделать так, чтобы не затормозить, например, Вигу или Варшаву, а как развить другие города? Ну, на это есть, так и называется, ну, политика центрического развития. Ну, пока что мы это делаем реформой, можно так сказать. Мы хотим эти города как-то с силами объединить, но там должна быть какая-то тоже политика. Ну, да, конечно, риск-то насчет Юрмала. Да, но Юрмала немножко другой город, он... Весь город, там села нет. Но там как раз это очень ярко видно. Я согласен с тем, что по избирателям смотрят. Вот. Ну, может, Юрмале вообще должно быть лучше в управлении, но как-то оно там... Там вообще-то он странный город, но курортный... Курортный город, но всегда немножко другой, да, оно такое... То есть он до сих пор странный, да, несмотря на наш печальный опыт, тоже с ним борьбы. Да, в свое время. Пожалуйста, еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. У меня такое интересное наблюдение, что на плате слишком много ставят таких экспериментов в плане реформы. Может быть, проще взять какую-нибудь отдельную модель, уже проверенную в каком-нибудь государстве, и внедрить ее здесь, нежели сделать там одно и не получилось, потом еще другое. Деньги утекают, народ недоволен и ничего не получается. Спасибо. Да, спасибо большое. Ну да, но сначала, когда... Ну, это уже было в 90-х, когда уже начали говорить о реформе тогда всякое. Там смотрели на датчан, да, там, и у них там несколько очередей реформы было, 4 или даже 5, да, там много от них учились. Но каждое государство все-таки другое. И все-таки такое, ну, знаете, достопримечательность или нет, ну, в Латвии проблема, что у нас очень мало людей. Если мы смотрим по территории, то у нас людей намного меньше, чем мы тут можем содержать, которые тут могут жить. И поэтому у нас не работает вот та модель, которая, например, в Дании, там 16 миллионов, ну, раньше было меньше. То есть мы не сравниваемся. Там, где много людей, там я про три фактора рассказывал, там совсем по-другому всякие вещи работают. У нас не работает, у нас идет... Ну, у нас и иммиграционная политика другая. Да, все по-другому. Так что можно смотреть, но так перенять это не работает. Как вы думаете, как быстро люди привыкнуты из вот маленьких тех территорий, которые объединяются с большими городами? До сих пор кто-то старшее поколение называет там улицу Бривус, улицы Ленина и какие-то, ну, такие вот вещи бытовые. А тут, ну, знаете, как, ну как, это же и при той реформе в 2009 году названия сел не поменялись, названия городов не поменялись. Люди-то в принципе живут там, где, если они там живут, живут где жили, адрес такой же, только там... С таблички не поменяются? Конечно, это была одна из целей реформы, чтобы, ну, там, какой-то, ну, связь с местом не потерять. Но поменяется только политическая система. Если вы так говорите, знаете, это то же самое, чтобы если в парламенте, ну, не то же самое, но похоже, что его вот число парламентарий сократили бы там на 50. Ну, а что поменялось людям там на улице? Ничего. Ну, вот, лично ничего не поменялось. То же самое будет. 99% вещей не поменяются. То есть, это вот, ну, вот, как сказать, много шума, ничего, да, это тоже имеет какое-то... Ну, есть, потому что люди думают, что это и как коснется. Ну, надо сделать интервью, что 10 лет назад было, разве там что-то очень поменялось для каких-то людей конкретно. Ну, я думаю, что нет. Только для тех, которые близко к политике, вот тем, кто меняет, к администрации, им меняется, конечно. Да, Эдгар Залонс, бывший министр по делам самоуправления, был у нас сегодня в студии. Спасибо большое.